Что может быть лучше 14-ядерного Xeona? Два 14-ядерных Xeona. Вот так выглядит правильный комплект. Это вам не пластмассовый Хуанан с потасканным чипсетом, а настоящая серверная плата от Lenovo. У неё нет проблем с датчиками, она играючи и справляется с горячими камнями, а по функционалу есть всё и даже немного больше. Сейчас, на закате 2011-го сокета, такую плату может купить себе каждый, набрать дешёвых Xeona и целую горсть оперативной памяти, можно даже дома собрать настоящий сервер. Но нам интересно другое. Как 28-ядер и 64 гигабайта оперативки в 8-канале справляются с играми и рабочими задачами? Какие есть нюансы и с чем придётся столкнуться, если за 25 тысяч рублей вы соберёте компьютер с двумя процессорами? На связи МК, играемся с платой для настоящих сисадминов. Поехали! Ноутбуки Osio – одни из немногих, которые на самом деле собираются в России на мощностях компании ICL в Казани со строгими тестами стабильности и полноценной гарантией. Это модель Focus Line F160i, работающая на быстром шестиядерном Core i3 12-го поколения вместе со встроенной UHD Graphics, а 8 гигабайт ОЗУ легко расширить благодаря пустому слоту. Такая связка легко справляется с серфингом в интернете и просмотром 4K видео. У ноутбука 16-дюймовая IPS-матрица с яркостью 300 кандел. Благодаря встроенной графике, ноутбук отлично подходит для обработки фотографий и способен тянуть популярные онлайн-игры. А установленный NVMe SSD на 256 гигабайт делает систему максимально отзывчивой. И хотя лэптоп относится к среднему ценовому сегменту, ICL использовала в нем премиальные компоненты, включая полностью алюминиевый корпус и поддержку быстрой 65-ваттной зарядки через USB-C. Также есть стандартный набор портов, включая USB-A, HDMI, мини-джек и слот для карт памяти. Ноутбук получил полноценную клавиатуру с подсветкой и нонпадом и большой удобный трекпад. Веб-камера с разрешением в 2 Мп отлично справляется с видеозвонками, а микрофон с шумоподавлением способен чисто передавать голос. Несмотря на металлический корпус, ноутбук получился достаточно легким и компактным. Его толщина не превышает 18 мм при весе в 1,7 кг. При этом внутри расположился емкий аккумулятор на 45 Вт-часов, которого хватит на 8 часов офисной работы. Узнайте больше о ноутбуках Osio по ссылке в описании. Для начала давайте немного разберемся, что это такое. Кто в теме знают, официальные серверные доски под LJ2011 до сих пор стоят крайне дорого. В забывушную двухголовую Supermicro на Али просят под 50 тысяч рублей. Это сразу ставит крест на идеи собрать дешевый сервер. Но у меня в руках приятное исключение. Плата RD450X HyperScale от Lenovo. Такие создавались специально для серверов крупных китайских компаний. А они в последние годы начали переезжать на более свежее железо. Поэтому на рынок выбросило целые дата-центры таких досок за смешные 7-8 тысяч рублей. Что делает их лучшей базой для домашнего сервера. И сразу о главном. Чем такая плата отличается от хуананов с машинистами? Кроме как тем, что они вот такие вот скучно-зеленые. Конечно же, к качествам изготовления. Настоящие серверные материнки проектируются под активную работу 24 на 7. Для их производства используются лучшие компоненты. Нет экономии на зоне питания. Не экономят на текстолите. Нет бэушных десктопных чипсетов. Только серверные C612. Используются специально подогнанные под плату BIOS. А не китайские болванки, в которых нужно постараться, чтобы найти хоть одну рабочую опцию. Не будет никаких проблем с датчиками и сном. Плата напичкана серверными фичами, которые неглупые китайцы выкинули из одомашненных цветастых досок. Во-первых, BMC. Это такой компьютер внутри платы, который поддерживает удаленное управление, умеет обновлять и менять настройки BIOS и многое другое. Можно, сидя в парке, узнать, как у нее дела через телефон. Во-вторых, здесь целых два сетевых порта по 10 гигабит в секунду каждый. Даже хорошие свежие платы под Intel и AMD редко имеют сетевые адаптеры больше, чем на 2,5 гигабита. Поэтому, если очень захочется, можно создать полноценное домашнее хранилище NAS с NVMe SSD. Эта штука подойдет идеально. В-третьих, большинство серверных плат имеют интегрированную графику от A-Speed с VGA-выходом. И наше не исключение. Разумеется, под игры ее никто не проектировал, но драйвера для Windows есть и интерфейс с браузером она отрисовывает без проблем. Поэтому, если нужен мощный многоядерный сервер, можно обойтись вообще без дискретной видеокарты. А вот все остальное объединяет эти платы с двухчиповыми досками китайских брендов. В 16 слотов можно впихнуть до 512 гигабайт памяти DDR4-2133 в восьмиканальном режиме. Я раскошелился на более скромный комплект на 64 гигабайта 8-гигабайтными планками. В сумме на 10 тысяч рублей. Их можно найти в среднем по полторы тысячи за штуку. Так что за пару десятков тысяч можно собрать сотню гигов на скоростях топовой DDR5. А это вам не атермитор с машинистом в четырехканале. Материнка сразу приходит с обновленным BIOS и умеет работать с четвертым и пятым поколениями процессоров Core с теплопакетом до 140 Вт. Мы выбрали оптимальный вариант. Два 14-ядерных Xeon E5-2680 V4. 14-нанометровая архитектура Broadwell. Камни холодные, бустятся до 2,9 ГГц, потребляя около 120 Вт в пике. Уплаты 6 слотов PCI-Express 3.0 без поддержки бифуркации. Это сложное слово означает, что делить линии в рамках одного слота нельзя. Для домашнего сервера это обычно не проблема, втыкать десяток PCI-Express устройств мы не будем. Во всем остальном никаких нюансов с шиной нет. Доска сразу подружилась и с RTX 3080 Ti, и с RX 7600. Можно спокойно грузиться с подключенного через переходник NVMe SSD. А вот USB откровенно мало. Спереди всего три штуки. Еще один спрятан под видеокартой. Если это проблема, решается PCI-Express переходником. Дальше идут нюансы. Материнка изначально рассчитана на работу только в корпусах ThinkStation. Поэтому для запуска нужно в специальный разъем установить переходник, который китайцы мастерят и заботливо кладут в комплект. Заодно нужно установить гребенку для подключения к классической передней панели. Она тоже есть. Замыкаем контакт, и ничего не происходит. Как и на других честных серверных досках, при подаче питания сначала стартует BMC. И пока он не загрузился и не начнет мигать светодиод, плата не подает признаков жизни. В первый раз придется ждать больше минуты. В дальнейшем меньше, но все равно материнка включается очень долго. Это надо учитывать, если хочется использовать серверную плату для создания обычного десктопа. Если хотите познать эту плату полностью, разбирайте китайский. Все мануалы с иероглифами. А на официальном сайте Lenovo нет ни драйверов, ни BIOS. Но все серверники на 2011 одинаковы, поэтому винда найдет все, что ей нужно. Целый длинный список разных драйверов. Самостоятельно придется поставить только видеодрайвер на интегряшку, если она нужна. Он без всяких VPN доступен на официальном сайте. Работает стройка только через VGA, так что для ее работы придется ставить переходник на HDMI. На оверклокерах собралось большое комьюнити этой материнки. Там выкладывают и патченный BIOS с ребаром, и различные советы и инструкции. Ссылку на тему оставлю в описании. Сисадмины прекрасно знают, на что такая плата способна и где ее можно применить. Нам же интересно другое. Как 56 потоков справляются с обычными, рабочими и не очень рабочими задачами. Кому интересны только игры, щелкайте по таймкодам. Начнем с синтетики. В CPU-Z оба процессора отображаются корректно, а встроенный бенчмарк легко параллелится на любое количество вычислительных потоков. Так что пара Xeon тут раскрывается в полную силу, оказываясь на уровне 16-ядерного Ryzen 9 5950X, который один стоит в полтора раза дороже всего комплекта. Рендеринг картинок легко раскидывает нагрузку на любое количество вычислительных потоков, поэтому в Cinebench R23 два Xeon грузятся на все 28 ядер и 56 потоков. Итоговый результат около 20-ти поточного Core i7-12700K, который стоит как весь наш комплект. Но вот с однопотоком по давней Xeon традиции все плохо. Камни низкочастотные, бродвелл архитектура пожившая, именно поэтому у серверных процессоров проблемы в играх. Проверим это дальше. Старая платформа отлично показывает свою энергоэффективность. Суммарно оба Xeon потребляют смешные для 28-ми ядер 220 Вт и греются до 55 градусов под недорогими башнями, которые я просто поставил сверху, не закрепляя. Core i7 при том же потреблении просто кипит даже под водянкой. Заодно Cinebench показывает всю мощь настоящих серверных досок. Пока на Хуананах с машинистами китайцы колхозят вертушки на ВРМ, на почти голой плате от Lenovo после 30 минут жесткого теста ВРМ прогрелся лишь до 70 градусов. В таком режиме материнка может стабильно работать годами, а крупные компании умеют считать деньги. И чтобы розетка в дата-центрах не выходила золотой, Xeon делают максимально энергоэффективными. Общее потребление сервера в требовательном тесте не уходит даже за 350 Вт. Смешная цифра по меркам современных i9. Тесту Кранчер вычисляет миллионы знаков числа Пи, тоже любит когда много. Но однопоток тут дает слабину. Два Xeon справились с задачей за 100 секунд. Для сравнения, 8 больших ядер Core i7-14700K с отключенной многопоточностью оказываются на 20% быстрее. Так что Xeon с большим числом слабых кокосов не панацея для вычислений. Архивация данных не просто хорошо параллелится, но и отлично отзывается на быструю оперативку. В 7-Zip Double Xeon отстает от свежего 14700K на 25%, но топовые i7-ми стоят в полтора раза дороже всей серверной сборки. С рендером роликов в премьер ситуация неоднозначная. С одной стороны, в кои-то веки софт от Абобы отлично раскидывает нагрузку и использует все 28 ядер Xeon без многопоточности. Но с другой, для обработки видео явно нужен быстрый однопоток. С тяжелым 5-минутным тестовым роликом в 4K сервер справился за 22 минуты. Ровно вдвое больше, чем 14700K с той же видеокартой. Блендер смог удивить. Как думаете, кто быстрее? 56 Xeon нитей или одна RTX 3080 Ti? Рендеринг отлично параллелится и пара серверников справились с классной комнатой всего за 3,5 минуты. Но вот топовая карта наглядно показала, почему именно GPU сейчас правят баллом. На ту же самую картинку 3080 Ti потратила всего 18 секунд. На порядок быстрей. Ну и под конец синтетики пробежимся по встроенным тестам в AIDA64, чтобы лучше понять уровень двух 14-ядерных Xeon в сравнении с новыми процессорами. Здесь, конечно, все сильно зависит от конкретной задачи. Benchy, CPU Queen, PhotoWorks и TheLib опираются на целочислительные вычисления, работа с которыми в новых архитектурах улучшается слабо. Поэтому 28 ядер Xeon оказываются в среднем на уровне 24 ядер свежего Core i9-13900K. Работа с шифрованием данных AEC старым Xeon дается туго. Здесь два серверника отстают от 13900K уже вдвое. Но вот, например, производительность в 32-битных и 64-битных вычислениях у Xeon высокая. Эти процессоры рассчитаны под такие задачи. Поэтому в тестах Julia и Mandel отставание от 13900K лишь около 20%. А в тесте 80-битных вычислений Sinjulia топ Intel и вовсе на четверть позади. Если подключить к 32-битным и 64-битным вычислениям трассировку лучей, то здесь серверники оказываются старыми. Но отнюдь не бесполезными. Отставание на 20-30% от 13900K с учетом цены комплекта в три раза ниже – это победа. Общие выводы подведем в конце. Теперь рубрика извращения. Пробуем поиграть на 56-поточном монстре с быстрой восьмиканальной DDR4. Ни FPS-монитер, ни авторбернер не способны отобразить нагрузку на все полсотни потоков. Поэтому будем выводить поверх диспетчер задач. Для начала – сферический тест в вакууме в 3DMark. Этот идеальный бенчмарк способен нагрузить работой все 56 потоков. Но даже он все равно спускает раскрывателей многоядерного потенциала на Землю. Два Xeon набирают лишь 7500 попугаев. Это уровень шестиядерных Ryzen 5000 на AM4. Неплохо, но тот же 13900K, в отличие от рабочих задач, тут уходит в отрыв. Набираешь в три раза больше. Начнем тесты в игрушках с Киберпанка, который отлично оптимизирован под многоядерные процессоры. Но даже поляки явно не рассчитывали, что кто-то будет заходить в их игру на двухпроцессорной сборке. Поэтому грузится только один Xeon. И почему-то второй по счету. Первый процессор, судя по всему, занят фоновыми задачами самой винды. В итоге мы наблюдаем ровную загрузку на 28 потоков и средний FPS по бенчмарку около 60 в 1440p на ультра настройках графики с трассировкой лучей и апскейлером на производительность. Фризов минимум при желании можно вообще без проблем играть. В пятой фарзе ситуация еще хуже. Снова грузится только второй Xeon. Причем очень неравномерно. Хорошо виден упор в один поток. Да и в целом нормально нагружаются лишь десяток ядер. Но снова каких-то проблем с фризами нет. График фреймтайма почти всегда идеально ровный. А уж со средним FPS за 130 гонять по Мексике можно с кайфом. В шестом Far Cry картина такая же. Грузится только первый камень и явно с упором в однопоток. Второй Xeon играет роль Е-ядер, взяв на себя фон. В итоге в 2К можно получить лишь около 60 FPS. Играть можно, но любой современный Core i3 будет ощутимо быстрее. Last of Us при таком большом количестве ядер и потоков благоразумно отказался от использования гипертрейдинга. И традиционно не трогает второй Xeon. В итоге на полную грузится 14 ядер, а FPS колеблется около 80 при идеально ровном графике времени кадра. Играть абсолютно комфортно. Более того, серверник практически полностью нагружает работой RTX 3080 Ti в 2К. Добавим в тесты достаточно требовательного Ассасина Вальгалу. Игра очень странно нагружает видеокарту. Даже при разрешении рендеринга в 720p нагрузка на нее по мониторингу доходит до 90%. Хотя, судя по ваттам, GPU явно прохлаждается. В любом случае, никаких сюрпризов. Первый процессор отдыхает, у второго напрягаются все ядра без гипертрейдинга. FPS даже на высоких настройках графики за сотню. В общем, спасибо восьмиканальной памяти. Xeon тут стал игровым процессором. Следующая на очереди, шестая Цива. У игры отличная оптимизация, и движок полностью нагружает работой все доступные ядры. Но снова только первого процессора. Второй, как обычно, курит в стороне. Упор в один поток есть, но на комфорте геймплея он не сказывается. Среднее время кадра в 7,5 мс дает 130 фпс. Это более чем достаточно для пошаговой стратегии. На фоне новостей мы решили добавить в тесты побег из Старкова. Из-за движка Unity игра славится плохой процессорной оптимизацией, и на Xeon можно рассчитывать на 60-70 кадров с падениями к 50, и частыми фризами из-за сильного упора в один поток. Второй Xeon и тут отдыхает, а у первого активно заняты только с десяток потоков. Так что в Таркове даже свежий i3 будет быстрее. И вы сейчас, наверное, спросите, а есть ли хотя бы одна игра, способная использовать два процессора одновременно? Конечно. Total War Saga 3. Гордость всех зионщиков. Просто посмотрите на эту идеальную загрузку всех 56 потоков. Игра великолепно параллелится и способна серьезно нагрузить RTX 3080 Ti, выдавая временами за 200 FPS. Жаль только сама Троя ни о чем в сравнении с классическим Total War. Но как бенчмарк многоядерных систем она работает отлично. Лучше всего официальные Xeon на LG 2011 описывает фраза «старый, но не бесполезный». 56 потоков десятилетней давности все еще показывают зубы и могут в некоторых задачах посоперничать с лучшими Ryzen и Core i9 при ощутимо меньшей цене и тепловыделении. Более того, серверы могут похвастаться фичами, которые редко можно встретить в десктопах, взять тот же BMC и пару Ethernet на 10 гигабит. Поэтому если ваши задачи отлично параллелятся без упора в однопоток, можно рассмотреть к покупке такую доску вместе с парой Xeon и десятками гигабайт дешевой регистровой DDR4. Сравнивать такой комплект с Хуананами просто смешно. Конечно, здесь тоже и платы, и память, и процессоры будут БУ, но это серверные решения, заточенные под работу 24 на 7. Никто не копал на них в сырых подвалах, они устанавливались в обслуживаемых дата-центрах, работали в комфортных условиях и при должном обращении легко протянут еще много лет. Никаких проблем с зоной питания и BIOS, есть даже встроенная графика, быстрая сеть. Короче говоря, такие решения играют в совершенно другой лиге. Единственное, для чего не стоит брать вот такой сервер, это игрушки. Подавляющее большинство проектов в лучшем случае грузит только один процессор, а старая архитектура и низкий однопоток часто больно бьет по FPS. Спасибо 8 каналу, поиграть все-таки можно и достаточно комфортно, но за те же 25 тысяч можно легко собрать комплект на AM4 или LGA 1700, который будет и быстрее, и имеет запас на будущее по апгрейду. Прикольный опыт, мне понравилось. Надеюсь, вам тоже было интересно. В описании ссылочка на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал, там тоже интересно. Я периодически выхожу на сеансы связи, а редакция ежедневно публикует интересные новости. Заходите. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Отличной вам погоды и продуктивных майских праздников. Еще увидимся. Пока.